Аким семей Нурбул Нурсагатов встретился с жителями города и выступил с докладом о социально-экономическом положении нашего региона. В завершении встречи он выслушал жалобы жителей и ответил на ряд их вопросов. Аким города семей Нурбул Нурсагатов провел отчетную встречу с жителями и рассказал о проделанной работе и показателях в этом году. По состоянию на 1 октября 2023 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в городе составляет 30 тысяч. В этой сфере работают более 60 тысяч человек. Доля занятых в городе семей составляет 63% населения области Абай. В этом году наш город добился высоких темпов роста социально-экономических показателей. Из них промышленность выросла на 36,1%, сельское хозяйство на 19,1%, торговля на 9,8%, инвестиции в основной капитал на 48,3%, строительные работы на 43,7%. Одна из актуальных проблем города связана с общественным транспортом. Жители очень обеспокоены, ведь это одна из самых сложных тем в семье. В ходе отчета Аким сообщил, что с учетом мнения жителей города проведена работа по постепенному обновлению общественного транспорта. По маршрутной сети в нашем городе услуги оказывают 331 транспортное средство и 4 транспортные компании по 42 маршрутам. В 2023 году из республиканского и регионального бюджетов были выделены средства на субсидирование 42 социально значимых маршрутов. Также по предложению жителей в настоящее время проводятся тендерные процедуры по подключению к сети 31 маршрута. В ходе встречи жители задали интересующие их вопросы. Темы, поднятые собравшимися, были также связаны с авариями на водопроводных сетях. Вот у меня такой вопрос. В 2024 году будет ли ремонт сетей водоснабжения и водоотведения к анализации городского канала? Потому что в этом году у нас постоянно воды не было. Это Шагарина 42. И все время аварии. В одном конце город, то в другом. Вроде бы днем и ночью сотрудники водоканала при каждой ситуации выходят, обслуживают. И подача воды, я думаю, не так уж плохо в городе обеспечения есть. Ну, есть моменты, конечно, самые аварийные участки. Поэтому я уже дал команду, соответственно, служба работает, чтобы именно вот эти аварийные участки в следующий год была замена. Семичан беспокоит вопрос уличного освещения, который отсутствует на некоторых улицах города. Жители также поинтересовались, почему на некоторых улицах нет тротуаров. Вот у нас идет улица Герцена от ТВК-6, вот эта вот улица, правая сторона до полгалу такого центра. Значит, улицы вообще безобразные, бесхозные. Пешеходная часть постоянно забита транспортом личным. Пешеходу негде ходить, особенно во времена, когда дожди, святость, грязь. Улица не освещена. Герцена в этом году, сейчас там устанавливают, или установили, по-моему, уже опоры, соответственно, освещение будет там. Во-вторых, там в том году была произведена замена теплотрассы, один кусочек, в следующий год мы ее включаем, средний ремонт, да, отрабатываем. Там мы также планируем в будущем провести тротуары, тротуары сделать, где возможно, опять же говорю, по архитектуре полностью все стоянки, где говорят перепроверьте, полностью перепроверьте все парковки там, отработайте. Были и те, кто обратил внимание на плохое качество дворов, построенных в 2022 году. Жители отметили, что построенные ранее дворы были плохими и высказали просьбу отремонтировать их. У нас в прошлом году был проведен ремонт по плохому строительству флорад, и выделено было изначально, нам сказали 16 миллионов, а на самом деле это 17 миллионов. Но дело в том, что подрядчик нам пришел уже осенью, и завершали мы уже под снегом, под морозами. У нас спортивная площадка, вообще вот настил отвалился, некачественный, вообще не приклеенный, вот так весь, все лето, куда мы только не писали, и в прокуратуру обращались. И вот сегодня был во дворе, как бы начальник, что сейчас новые подрядчики нам это все заменят, доработают. Ущерб составлял 4 миллиона. Мы, Ирназ Ирланович, мне доложился, он к вам выезжал, это не только ваши дворы, мы просто попросили другую подрядную организацию, чтобы за свой счет ее как-то подправить и сделать, помочь. Понимаете, здесь новые бюджетные деньги никакие тратиться не будут. То есть кого-то мы просим, чтобы помогли. По итогам встречи Аким города выслушал все жалобы жителей и дал поручения ответственным организациям. Асель Айдара, Райлы Малиханова, Нурлан Уразалин, Телеканал Семей.